Две очка не записывайте. Начиная после матчевой пресс-конференции, на ваши вопросы ответят наставники игравших команд. Исполняющие обязанности главного тренера, вводника Архамбельса Легбатов и исполняющие обязанности главного тренера Сипселмаш Андрея Кузнецова. По традиции, первый комментарий, с ловкостя. Что сказать, не готовы мы глядеть совсем сегодня. Получилось, наверное, очень хороший матч получился у нас с Кемеровым. Сегодня вышли ни эмоций, скажем так, ни блеска в глазах, ничего. Вышли поиграть. На тренировке было это интересно. У нас, получается, тренировки, мы еще сегодня не готовы, мы к Кемеровым, кто и говорит больше ничего. Абсолютно причем. Андрей Алексеевич? Ну, просматривая игру, конечно, вводник, я был осторожен к этой команде. Конечно, знаю, прекрасно отношусь к всей этой командой, к этим людям, которые там работают. Узнал, что прекрасно, что настроят. На Сибирск очень хорошо. Да, некоторые моменты просто нам повезло, что Женя Дергая, правильно назвал Женька, да? Забил пенальти. Совсем по-другому игра, скажем, складывала. Здесь, конечно, очень хорошо ребята сыграли все. В отборе, особенно в отборе. Все отпахивали моменты, несмотря ни на что. Значит, как бы, с некоторыми моментами там ругались, что не отрабатывает. Но с этим мы справились. Пошли моменты, пошли забитые голы. И как бы игра сложилась в нашу пользу. А там уже все нормально стало. Все сразу побежали, все довольные. Все рвутся в бой, все хорошо. Вопросы? Андрей Алексеевич, что ты скажешь? Что-то стали менять тренировочный процесс? Были небольшие изменения. С Олегом Владимировичем мы разговаривали. Но так все действовали по плану. Были небольшие изменения. Но так все действовали по плану. Единственное, что нам не хватило, все-таки... Большой был простой. Игровой практики не было. А в Архангельске... Они очень хорошие. В домашние серии очень хорошо они сыграли. И с Кузбассом сыграли очень хорошо, я считаю. Вообще команды очень с характером хорошие были. В каком состоянии ребят, в сборной, не у нас? Отличие. Все радостные, все довольные. Что жизнь продолжается. Андрей Алексеевич, при счете 3-0, 4-0 Попросили, чтобы никакой не было самоуспокойности вдруг там... У нас и получилась самоуспокойность. У нас моменты сразу же были. Вы видели, что там Кира Ярви стал творить. Выручал. И все сразу же, кто на лавке выходил, с заменой предупреждал ребят, что так нельзя делать. Но не справились с этим. Все практически сегодня играли. Все играли. Курю и Сереги на лавке. Остальные все играли. Не выполняли? Все, что говорили. На следующую игру у команды хватит эмоций? Я думаю, что хватит. Почему нет? Все куда-нибудь закончили. Еще СИЗО продолжается. Еще Игорь. Молодорогая. Я все понимаю. Ну вот, и Драк Тимир, и здесь вот. Там выплеснули? Ну, здесь по Архангельску я не могу говорить. Тренера решат, что делать. В Сирьмашин всегда эмоции в Букване. Вопросы всегда с вами по гостей. А вот вы сказали, что ребята как бы недонастроены. Но перед матчем вы сразу же по глазам поняли, что что-то будет не так? Вот, как сказали, уже была ведь такая неплохая усилия, да? Хорошо мы собирали домашние игры, но визы первую же игру после перерыва. Все равно команда еще достаточно, наверное, молодая. И бывает такая самая неспокойная судьба, к сожалению. Здесь тоже надо пройти. Бывает такие моменты, что вроде все получается, все хорошо. Все, и... Но это не значит, что перед тобой команда ты приехала. Здесь же команда, конечно, переиграла уже за того, что все остальные сетки игр в игру. Сюда тоже она проходится, и понятно, что, корейси, просто как-то, может, переселись висим. Думали, что так просто на одном географии, как угодно можно так придумать, нам сказать. Но то, что они не настроились, видно, тяжело. Но и эмоции, конечно, все равно очень много, потому что матч был, правда, хороший, получилось там. И эмоции тоже заканчивалось, скажем, не симметрически. Не всегда бывает успеваешься. Но то, что без эмоций играли, это видно. Так, скажем, играли и играли, как получится. Но, к сожалению, в игре это же игра. Играть нам, творить. Играть с огоньком в глаза. По-другому не получится. Это не работа, если честно. То есть, это игра? Конечно, работа на меня. А кто-то говорит, что работа. Нет, но работа, как сказать? В большом смысле, конечно, ты профессиональный спортсмен уже это деньги получаешь. Но, когда ты выходишь на игру, это как же ты можешь? Это все равно творчество. В любом моменте ты должен что-то придумывать. Обманывать, хитрить. Все, что угодно. Чтобы обыграть соперника. Ты же не просто быстрее бежишь его. Тебе нужно обыграть его, перехитрить, обмануть, что-то придумать. Что-то придумать нестандартное, чтобы выиграть. Конечно, конечно, обязательно. Если это делать не будет, что-то. А если нет, у тебя, скажем, огонька в глазах, какой-то, как сказать, музык, что ли, желание играть, то тяжело. Просто бегать по турусу, ничего тяжело. Андрей Алексеевич, можно вам вопрос еще? Один на один с вами потом поговорю. Нет, на всякий случай. Роли лидера все-таки в команде «Водник» Дергаева Евгений. Вот было ли... Почему один Дергаев, у них очень хорошая команда. Я сказал, «Радюшу», «Юру погребнуть». А что бы без них Женя делал бы? Нельзя так говорить. Ну, хорошо. Андрей Алексеевич, после смены тренеров в клубе перед вами поставлены какая-то локальная задача? Задача стоит. Мы поставим губернатором. Мы будем администрации выполнять. Губернатор нам поставил задачу, мы будем ее выполнять. Изменей никаких нет. Работаем до конца. Ну, что там дальше будет? Еще вопрос есть? Если нет, всем большое спасибо. Можно было чуть-чуть поработать.